В этом году игры веселых и находчивых посвящены Году экологии. На сцену Дворца культуры дружба вышли команды учащихся образовательных учреждений. Не ангелы, а сорти и кувшин. Так привычно звучали уже знакомые названия команд из лицея Уваровского колледжа и кадетского корпуса. Знакомство с командами началось с визитной карточки. Темой которой стала Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Или Году экологии посвящается. Квенщики старались придерживаться основной темы, но вместе с тем шутили на предмет студенческой, лицейской и кадетской жизни. Как прошел экзамен? Экзамен прошел блестяще. Преподаватели в восторге. Просят повторить осенью. Где капли? Где подводные лодки? Где все шлюпы? Где? 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 Вы уверены, что в морской бою именно так играют? Куфи! Слышь, мякиш, еще один куб долстает платформу и твой зубной молочный состав тронится. А ты куда так вырядился-то? На свидание с девушкой. На свидание серьезно. Она не на аватар мула их поставила. У тебя есть девушка? Ну да. Вообще-то первая любовь у меня была в семь, вторая в восемь, а третья в восемь тридцать. Фестивальную программу продолжил традиционный для КВН конкурс «Биатлон», когда на суд жюри преподносится несколько текстовых шуток. Предстать перед жюри и зрителями в лучшем виде и задать настроение – задача, которую команды успешно выполнили. Мальчик Метя ударил молотком по пальцам трудовика и получил пять. По крайней мере, ему так послышалось. Мальчик съел килограмм селедки, соленый огурец и запил молоком. Смотрите во всех кинотеатрах страны «Гарри Поттера и тайная комната». Как прекрасен этот мир. Тема музыкального домашнего задания – финального конкурса КВН, где команды вновь смогли продемонстрировать присутствующим весь свой юмор и задор. «Давай раскатать, чё как раз нельзя стоишь? Молодец, Мишенка! Калин, ё-моё, проснись! На зарядку встану, видишь? Сейчас зажжу». «Вы?» «Что ты здесь делаешь?» «Вообще-то я здесь живу». «Сава, если ты сейчас не уйдёшь, я больше не дам тебе донашивать за тобой свои вещи». «Да ты на свой рост посмотри!» «Пусть Карамасул за тобой вещи донашивает». «А, идите, там по телевизору Маша Медведь показывает». «Сидеть, истеричка! Маша Медведь только по утрам показывают, а сейчас там сумерки». «Здравствуйте, мы экологический десант. Пацаны, вы чё, куда? Понятно. Разрешение на разведение костра имеется?» «Опачки, нарисовались». «А вы чё, эти?» «Эти, эти. Экологическая типа инспекция». «Девушки, вы такие прелестные. Может, решим вопрос красиво?» «Да! Обрыв цветов, занесённых в красную книгу. Настя, заполняй протокол изъятия». «Настя, подари мне счастье». «Штрапов не отделайтесь, предъявите паспорт». «Да хватит себе, мы согласны, на штраф нулю». «Вы задержаны». После каждого выступления члены жюри выставляли командам балы. Они-то и стали главным аргументом для определения победителя. Членами жюри было отмечено, что все ребята полностью раскрыли свои таланты, показали себя остроумными, весёлыми и находчивыми. Поэтому определить победителя было совсем непросто. В итоге места распределились следующим образом. Третье место было отдано студентам колледжа, второе – завоевали лицеисты. А победителем стала команда воспитанников кадетского корпуса. «По правде говоря, было немного трудно, потому что была большая конкуренция. Ребята тоже с лицеисты, с техникумом вполне неплохо выступили. Есть некоторые шутки, которые даже нам самим понравились, мы смеялись. Но, тем не менее, решение судей – это и решение судей. Мы победили, но это не важно. Главное и лицеисты, и техникум, и мы сделали всех немного приятным». Как всегда, по итогам игры были определены и лучшие игроки. Персональные призы получили второклассник Савелий Киреев, один из самых юных участников команды лицея, и студент колледжа Николай Романчиков. С личными и, конечно, командными успехами игроков поздравил глава города, который отметил, что год от года КВН становится всё интереснее, и сегодняшняя игра прошла на очень высоком уровне. Владислав Денисов наградил победителей дипломами и вручил им призы. «Сегодня мы можем сказать, что наши КВНчики лучше. Это же правда? Сегодня они самое главное. Сделать для нас самый большой подарок – это прекрасное настроение, которое мы сохраним на долгие дни, на долгие годы. Сегодня мы затронули очень важную с вами тему – тему экологии. И сегодня у ребят КВНчиков прозвучала одна интересная фраза, что наш родной любимый город – это родной дом. И сегодня мы все вместе с вами уяснили, что мы должны любить наш город. Вы любите наш город? Да! Вы любите у вас и КВН? Да! С праздником, ребята! Специальный сладкий приз торт был вручен всем юным участникам команды «Неангелы» из лицея. Второклассники впервые вышли на сцену в составе команды КВН и пообещали своим старшим наставникам, которые в этом году выпускаются из лицея, что станут им достойной смены. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, НашГород.